Привет! Настало время поговорить о плюсах iPhone 15. Это мой основной смартфон, уже около 4 месяцев на него я перешел с iPhone 13 Pro Max. Полный обзор, естественно, на этот телефон у меня есть на канале, ссылочку я оставлю. Посмотрите обязательно, это лишним не будет. А в этом видео как раз я хочу поднять те плюсы, которые мне вот прям запомнились, которыми я наслаждаюсь каждый день. Ну и первое, конечно же, это Dynamic Island. Опять же, напомню, у меня до этого был iPhone 13 Pro Max. Там была обычная челка, пускай она была меньше, чем в iPhone 12 Pro Max, но тем не менее это была челка. А здесь у нас в базе, извините, Dynamic Island. Я пользовался iPhone 14 Pro и я понимал, что такое Dynamic Island. В принципе, меня это не особо напрягало, но мне было интересно, как это работает, когда ты полноценно владеешь смартфоном. То есть не когда тебе дали его на обзор на неделю, а когда ты пользуешься им на постоянной основе, вот как уже 4 месяца. И могу сказать, что вообще никак это не напрягает. Мне кажется, что это наоборот какая-то фишка iPhone'а. И те слухи, которые бродят в интернете, говорят о том, что может быть в iPhone 16 Pro будет не Dynamic Island, а какая-то точка, про которую я, наверное, уже сомневаюсь. Все-таки отличительная черта это Dynamic Island. Вы всегда сможете определить, iPhone это или нет. Dynamic Island это крутые анимации, когда ты подключаешь какое-либо устройство, например, AirPods или наушники Bits, которыми я пользуюсь, когда монтирую видео. Когда у тебя низкий заряд батареи, вот здесь вот в Dynamic Island вылетает такая красивая плашечка, которая говорит, что у тебя 20%, 10% и так далее. Может быть это не то, ради чего стоит обновляться, но это что-то новое в опте использования устройства. Так как я чувак, который снимает Shorts, у меня есть второй канал с Shorts'ами, тоже подпишитесь, ссылочка в описании, естественно. Я часто пользуюсь AirDrop'ом, то есть я смонтировал видос на Mac'е и кидаю его на iPhone, чтобы заливать там в TikTok какие-нибудь низиограммы и так далее. Вот тоже анимация очень прикольная и ты видишь, сколько у тебя осталось времени, да, вот такая есть прикольная шкала круговая, которая говорит о том, сколько времени осталось до передачи файла. Тоже очень прикольно. Единственное, наверное, что чуть-чуть вызывает дискомфорт, вот прям чуть-чуть, это когда ты используешь музыку, слушаешь через Apple Music и у тебя в этом Dynamic Island отображается обложка альбома. Но при этом ты лазишь как бы по системе, может быть это лишнее, чуть-чуть вот оно так бросается в глаза. Но очень удобно переключать музыку через этот Dynamic Island, то есть ставить на паузу, либо включать следующую песню, тоже, кстати, удобно и я советую вам пользоваться, если вы используете Apple Music. Ну и также прикольно, когда тебе звонят, у тебя не на весь экран вылетает это уведомление, а вот здесь аккуратненько, чуть-чуть вверху показывает, кто звонит, тоже очень прикольно. Но опять же, это исключительно для меня. Я, когда перешел на iPhone 15, спустя, наверное, пару дней, для меня это вообще стало очень привычной штукой, и я не особо даже на нее так обращаю внимание. Но ты всегда ждешь, что в Dynamic Island в том или ином приложении что-то произойдет, какая-то интересная анимация. Естественно, разъем USB-C, о чем же еще можно говорить в плюсах iPhone 15, я считаю, что это правильное решение, немножко было надавить на Apple, чтобы они сделали универсальный разъем, пришли к этому, потому что Lightning, все это здорово. Но когда у тебя есть Mac, когда у тебя есть iPad Air на M1, в котором USB Type-C, когда у тебя PlayStation 5 с разъемами USB Type-C на геймпадах и вообще, в принципе, у меня даже камера на разъеме USB Type-C, и делать iPhone 15 на Lightning, это очень грустно. У меня дома USB Type-C, наверное, провода 3, и один, который я с собой всегда таскаю в такой специальной сумочке, в которой есть Powerbank, и блок питания, блок зарядки для iPhone и iPad Air, то есть у меня один провод, и я заряжаю два устройства. Это очень удобно, и не нужно быть привязанным к этим Lightning, когда тебе говорят, есть у тебя зарядка для iPhone, то есть, ну это, конечно, очень здорово, но универсализм вот этот, я считаю, это действительно упрощает жизнь. Разъем USB-C, конечно же, это большой плюс, у него есть и минусы, о чем мы поговорим в следующем видео, но все равно глобально, я считаю, что разъем USB Type-C это гигантский плюс, ради которого, вот, кстати, можно задуматься о переходе на iPhone 15. Когда я смотрел презентацию iPhone 15, я просто офигел, когда они начали говорить про камеры. В iPhone 15 основной модуль на 48 мегапикселей, и в этот момент я подумал, ого, ничего себе, 48 мегапикселей, это же очень здорово, можно, наверное, делать какие-то классные вещи и снимать в RAW, почему нет. Например, некоторые обложки для своих видео, я просто снимаю на iPhone себя, и потом уже на Mac обрабатываю, и вот, нет большой разницы, когда ты снимаешь на iPhone 15, например, в RAW, и снимаешь на мою камеру Nikon Z30. В общем, очень прикольно, iPhone позволяет нам делать классные фотки и обрабатывать потом их в специальном софте на компьютере или софте, как правильно. В общем, это не важно, важно то, что получаются очень классные камеры, камера прокачана, и она на уровне, наверное, iPhone 14 Pro. Также в фронталке есть достаточно неплохой автофокус, раньше он был какой-то кривой, косой, или вообще его не было, я так и не понял, но здесь очень хороший автофокус, и видосы, и фотки получаются достаточно неплохие. В этой камере также неплохой ночной режим, за счет того, что алгоритмы подтянули, и суперкрутой вот этот вот процессор может вытягивать из достаточно плохой освещенности очень хорошие фотографии. Также очень крутой фишкой камеры iPhone 15, я считаю, режим фото, когда ты фотографируешь объект, либо там человека, то после этого ты можешь менять размытие заднего фона. То есть это очень круто, тебе не нужно специально подгадывать, включать режим портрета и так далее. Это действительно очень удобно, потому что ты просто достал iPhone, сфоткал, у тебя, допустим, нет времени сфоткать какой-то объект, да, там что-то, выстроить кадр, переключить какие-то там режимы, просто достал, сфоткал, а уже потом ты выбираешь вот эту вот диафрагму, там 2.8, f1.8 и так далее. Это очень крутая штука. Конечно же в iPhone 15 Pro камера получше, но она не настолько круче, чтобы можно было прям вот так говорить iPhone 15 мне не подходит, мне нужен вот исключитель только iPhone 15, там всего лишь третья камера, портретник. Не знаю, насколько это оправдывает вот эту вот цену, разницу между ними. Ну и четвертый плюс, на мой взгляд, это аккумулятор, а конкретнее его настройка оптимизированная зарядка до 80%. Я знаю, что очень много моих подписчиков, я читаю комментарии, очень грустят по поводу аккумулятора на своих устройствах. Конечно, в iPhone 15 Pro Max и в iPhone 15 Plus аккумуляторы побольше, ну, за счет того, что там и телефоны побольше. iPhone 15, я считаю, очень крутой в плане работы аккумулятора. Понятно, что это новое устройство, там 100% емкость аккумулятора, но мне при моем использовании хватает его на сутки. А если я не особо как-то им там что-то делаю, то это двое суток. Также периодически я включаю настройку лимит 80%, то есть мой iPhone не заряжается больше 80%, это я делаю для того, чтобы сохранить максимальную емкость своего устройства как можно дольше. Не скажу, что я прям постоянно пользуюсь этой штукой, но для профилактики почему бы и нет. Конечно, в плюсы можно было отнести и новый дизайн, потому что там немножко углы скруглили, также и про производительность, наверное, тоже можно было говорить. Но я считаю, что это не супер такие глобальные вещи. Айфоны, в принципе, с точки зрения производительности всегда хорошо работали. Ну, конечно же, последний iPhone будет лучше всех работать, тут и двух мнений быть не может. Те плюсы, о которых я сегодня говорил, это исключительно мои только ощущения, я выписывал себе в заметки, и вот не смог я больше никаких плюсов подобрать. Можно было еще там что-то, повторюсь, да, сказать, но это вот прям глобальные главные плюсы для меня. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что думаете вообще про iPhone 15, интересно будет почитать. И напишите, какой iPhone у вас сейчас на руках. Ну, и обязательно на телеграм-канал наш подпишитесь, там самые свежие новости из мира Apple, все, что вот это вот там у них происходит, у нас появляется у одних из самых первых. И у нас плюс еще всякие там розыгрыши, в общем, у нас там, конечно же, интересно. Ссылочку я оставлю в описании, ну, и на канал обязательно на YouTube подпишитесь. Дальше больше, всем здоровья и пока. Субтитры сделал DimaTorzok